Господи, благослови! Там немножко прервалось. Чуть один, вот так. Ну вот так. Господи, благослови! Сложная тема. Так, значит, хотел сказать, блаженном все филакты приводят пример, чтобы нам понять, как Бог, Сын, Иисус Христос не может существовать без Бога Отца. Этот пример Он ставит в Солнце. Наши светила обычные. И вот сейчас посчитаем. Научить от веществом, например, сияние солнечное не от самого и Солнца? Так точно. Уже ли оно и позднее Солнца? Так что будто бы можно представить себе время, когда Солнце было без сияния. Нельзя. Ибо как оно было бы и Солнцем, если бы не имелось сияния? Если же так мыслим о Солнце, то тем более должны мыслить так об Отце и Сыне. То есть, опять еще раз поясню. Вот вещественное Солнце светит, оно дает свет, рождает свет. Вот это сияние от Солнца. Сияние без Солнца не может быть. Как и Свет без Солнца не может быть. Так и Сын Иисус Христос, Второй Иисус Святой Троицы, Он без Бога Отца не бывает, не может быть. Вот так он и поясняет. Значит, Заметьте, также этим выражением опровергается и Савелий Левиянин. Ну, какой-то ерсик это есть был. Он учил, что Отец, с большой буквы С, с большой буквы Идух, с большой буквы С, суть одно лицо, и что это единое лицо в одно время являлось как Отец, а в другое время как Сын, а в иное как Дух. То есть, это была такая ересь. Так пустословил Сын Отца лжи, исполненный Духом лукавого. Должно веровать, то есть, как нам должно веровать, что Сын, Сын и Сияние Отца, как говорит Павел, евреям 1.3. Ну, то есть, что мы сейчас сказали, как Сияние от Солнца, так Иисус Христос Сын, Бог Сын, от Бога Отца, всегда блестает вместе с Отцом, а не под Ней Его. Ну, то есть, Сияние вне Солнца не бывает же. Вот она одновременно Солнце и Сияние. Солнце и Тепло, Солнце и Свет. Так же Бог Отец и Бог Сын. Вот. Всегда блестает вместе с Отцом, а не под Ней. Далее, место Евангелия. Далее, читаем. И Слово было Бог. Вот что значит. И Слово было Бог. Толкование блаженного Амфиофилакта. Видишь ли, что из Слова Бог, то есть, здесь Слово с большой буквы, мы сейчас уже толкуем, почему Слово Бог. Итак, да устыдятся и Арий, и Савелий, то есть, еретики, да? Арий, называющий Сына Божия созданием и тварью, дабы сравниться тем, что Слово вначале было и было Богом. То есть, Арий, он как говорил, что Иисус Христос, он признавал его просто за человека, а не за Бога. А мы же признаем, что он совершенный Бог и совершенный человек. А Савелий, не принимающий троичных селит, не единичность, дабы сравниться тем, что Слово было у Бога. Значит, у Отца с большой буквы и Сына, с большой буквы единое естество, как и единое Божество. То есть, поясним. Например, мысль сложит как? Например, возьмем апостол. Вот представьте, Павел и Петр, да? Поясняйте так. Суть иной и иной. Ну, например, как из вас. Иная иная, да? Два лица. То есть, твое лицо и твое лицо. Два лица. Но естество у вас одно, человеческое. То есть, ты человек, ты человек, естество одно, человеческое. Так же апостол. Чтобы понятнее было, да? Теперь, значит, как о Боге Отце поясняется. Так же должно учить и отцы, с большой буквы, и сын, с большой. Они, с одной стороны, иной, и иной. То есть, Бог Отец, иной. Бог Иисус Христос, Сын, иной. То есть, два лица. Одно лицо, первое, Бог Отец. Второе лицо, Бог Сын, Иисус Христос. Иной тоже, второе лицо. То есть, два лица, не одно. Но, с другой стороны, не иное, иное. Ибо одно естество, Божество. То есть, если вы одно лицо и второе лицо, но естество у вас человеческое, то у Бога Отца и Бога Сына, у них тоже два лица, но естество Божественное. Вот, понятно, да? Да, понятно. Сложно понять, да? Но только, опять, почему сложно? Сейчас мы поясняем, уже как и с победой Святой Троицы, что у Иисуса Христа две природы, Божественная, то есть Он Совершенный Бог, и по-человеческой природы. Поэтому ты, наверное, пудришься, ошибаешься, да? Сложно понять, да? Ну, сейчас почитаем. Дальше. Следующее. Иоанна, Евангелие. Первый, также глава, второй стих. Вот скажи, тут же она вверх. Сложно ориентироваться. Для тех, кто не брал Евангелие в руки, конечно, будет сложно, потому что Евангелие Троанна сложное. Покажи второй стих. Вот это вот. Оно. Оно было в начале у Бога. То есть, Слово. Сей Бог Слово, с большой буквы, никогда не отделялся от Бога Отца. Еще раз. Своим Отцом и Святого Духа. Аминь. Евангелие читаем еще раз. Оно было в начале у Бога. Оно, то есть Слово. Слово. Мы же разбираем сейчас, что второе лицо, Иисус Христос, именно Он как Слово. И тут и пишется, что было в начале у Бога. Теперь толкование. Сей Бог Слово, с большой буквы Слово, никогда не отделялся от Бога и Отца. То есть, здесь как бы мы еще раз повторяем и закрепляем, что по Божеству Он был всегда. Не по человеческому естеству, потому что Иисус Христа – две природы. Вот как человек, Он был рожден от Дела Марии, об этом и говорит Евангелие, история. А по Богу Он был всегда. Вот это мысли, значит, уяснили. Слава Святого Господа. И еще, здесь есть, например, Иисус Христос о себе говорит в Евангелии Иоанна, 10 глава, 30 стих. Кавычки. Я с большой буквы и Отец с большой буквы – одно. То есть, здесь сам Иисус Христос говорил. Я, то есть, о себе Он говорил, и Отец – одно. То есть, опять же, исповедуем Иисуса Христа как Святую Троицу. Троица – одна, Бог – один, но в трех лицах. То есть, это три лица – Бог. Первое лицо – Отец. Второе лицо – Бог Иисус Христос. Сын Божий. И третье лицо – Дух Святой. Вот, три лица. Три постаси, три лица. Но, значит, естество – одно божественное. И сейчас еще немножко, вот, например, от Иоанна, 1 глава, 14 стих. Кавычки. И слово, с большой буквы, стало плотью и обитало с нами, полной благодати и истины, и мы видели славу Его, как единородного от Отца. Здесь, опять-таки, сказано, что Иисус Христос, то есть слово, стало плотью. То есть, здесь поясняется, что как Бог Он был всегда. Иисус Христос, а стал плотью, но это в Евангелии. То есть, Он рожден был, да? И то, что Он единородный. То есть, это имейте в виду то, что от Отца Он был один. Немного богов. Хотя у нас с маленькой буквы и люди, говорят, боги, да? И, как ложные кумиры, которым люди поклонялись, идолы, скажем так, тоже их называют богами, да? Разными. Но это уже идолы. А в смысле истинного Бога, Иисус Христос, Он один, как единородный. Так, еще немножко хотел вот почитать такой вот христианский катехезис. А здесь тоже самое толкование, немножко пояснить и еще раз повторить. Потому что, если сложно, православные христиане, все мы читаем силу веры, в храме все слышите, да? Все знают его наизусть. А когда начинаешь вот так вот, если спрашивать конкретно, да? То не все могут ответить, пояснить ответить, да? Потому что это очень сложно. Пояснить молитву, в общем, пояснить. Ну да, пояснить каждую, скажем, члена в отдельности. Мы сейчас вот зачитаем о втором члене, то есть слово о нем, о Иисусе Христе. Здесь, значит, вопросы-ответы. Как разуметь имена Иисуса Христос? О Сыне, так, Иисус Христос и Сын Божий. Как об этом, значит, разуметь нам, как понять? Сын Божий называется Второе лицо Святой Троицы по своему Божеству. Ну почему по Божеству, мы сейчас уже говорили, да? Что это у них одно естество божественное. Поскольку Бог Отец, но Он же Бог. Поэтому Сын тоже Бог. Сей же Сын Божий назван Иисусом. Почему Иисусом? Слово Иисус переводится как Спаситель. Назван когда? Когда родился на земле как человек. То есть здесь уже по человечеству. А Христом Его называли пророки, когда ожидали Его пришествия. То есть пророчествовали до Рождества. Пока.